А перед обзором предлагаю налить чайок, взять печеньки, поставить лайк и подписаться на канал. А мы начинаем. Приветствую всех любителей порисовать и потыкать на кружочки. Сегодня у нас на обзоре новый графический планшет UGS640. А это зачем я пытаюсь правильно назвать эту фирму вообще? Все все равно запомню как Уги. Ну, написано же Уги, ну. Вообще, если вы вдруг закажете этот планшет, то размер коробки примерно 235 на 170 миллиметров. Данная информация предназначена для любителей коллекционировать коробки. На задней части коробки написаны все необходимые технические характеристики, а также парочка особенностей этой версии планшета, такие как угол наклона пера или специальные клавиши на планшете. На коробке также присутствует пломба в виде круглого скотча. Как я не пытался ее деликатно убрать, ничего не вышло. Вскрыть можно только ножиком. Открыв коробочку, нас сразу же встречает наш виновник торжества, графический планшет. Он в упаковке, и это значит, что его никто не трогал. А еще тут есть наклейка, чтобы вы сразу же не забыли о том, что на этот планшет необходимо загрузить драйвера с официального сайта. Ну, а все остальное, вся мелочевка упакована в отдельные пакетики, которые аккуратно сложены в одну большую упаковку вместе с необходимой макулатурой. Кстати, о макулатуре. Там лежит гарантийный талон, квик гайд, или же просто быстрый гайд, как начать работу с этим планшетом. Ну и еще один квик гайд. Собственно, почему их два? Один для подключения к телефону или планшету, а второй для подключения к вашему ПК. Кстати, насчет подключений. Провод обычный, без тканевой оплетки длиной почти полтора метра. Нет, ну правда, немного не хватает. На концах USB и USB Type-C, что очень хорошо для подключения. Так будет просто удобнее, потому что ты сможешь воткнуть провод любой необходимой стороной. Ну и еще здесь есть две липучки. При желании, если вдруг провод будет слишком длинный, его можно будет сложить и зафиксировать этой самой липучкой, тем самым сократив, соответственно, длину. Еще дополнительно они положили переходники с USB на microUSB и USB Type-C, но я вам их покажу позже, потому что посмотрите, какое классное колечко. Его предназначение единственное, надеть на мизинец. Поговаривают, что его можно использовать для замены старых наконечников. Кстати, наконечники тоже положили, и их тут 11, но я думаю, что должно быть 10, но их тут 11. Прошу заметить, кстати, что каждые отдельные предметы из мелочевки отдельно запакованы. Это мега круто, и опа, вот и переходники, не ожидали, да? А я ведь говорил, что потом покажу. Тоже, кстати, запакованы в такой ZIP-пакетик. Хотя было бы более правильным, если бы наконечники лежали именно в таком закрывающемся пакетике. Просто обычно этот пакетик можно открыть один раз и забыть, что наконечники существуют. Просто потому, что они разлетятся в разные стороны, и ты их никогда уже не найдешь. Перо тоже упаковано. На упаковке предупреждающая надпись о том, что перо не стоит кидать, бросать, топить, сжигать и даже глотать. Само перо черного цвета с белым логотипом Puggy. Сделано перо, предположительно, из пластика, акрилбутодиенстирола. В меру шершавое, в меру гладкое, из рук вылетать не должно. Ну, еще и по весу оно очень легкое. Гайды. Неожиданно для вас, понимаю, но люди старались, писали все-таки, так что посмотреть обязательно надо. Быстрый гайд, как подключить к телефону или планшету. Этот гайд написан на разных языках, собственно, нужно просто подключить планшет через переходник, который есть у нас в комплекте. Надеюсь, вы не забыли о них еще. Вторая книжка немножко побольше будет, где сказано, как правильно подключить планшет к ПК. Более того, все расписано в исчерпывающем формате. Кстати, мне прислали проводную версию, а у них есть еще и беспроводная. И вот мы, наконец-то, переходим к распаковке самого планшета. Упакован он в такую одноразовую упаковку. Одноразовую, потому что открыть можно только один раз. И прямо сейчас вы видите планшет, на котором и есть транспортировочная пленка. Представляете, она настолько качественно наклеена, что как будто бы ее просто нет. Но она есть. Об этом говорит наклейка, что, мол, надо перед тем, как пользоваться планшетом, ее, собственно, и удалить. Сейчас вы можете лицезреть попытки этого криворукового, то есть меня, снять пленку с планшета. Нет, ну, реально, пленка наклеена очень хорошо, что мне пришлось ногтем ее пытаться поддеть, чтобы снять. Вообще, раз она так хорошо наклеена, то можно было и не снимать вовсе. Еще у этого планшета есть несколько особенностей. У него есть 10 программируемых клавиш, что подойдет как для художников, так и для заядлых осеров. А что, поставил бинды и рисуешь, играешь и радостный теперь. Тем более, радостный, потому что в планшете есть петелька. Петелька для пера. Приходишь домой, а перо уже рядом с планшетом. Очень удобная вещь, и не нужны никакие специальные места или пеналы отдельным комплектом. USB Type-C находится в задней части планшета, ровно посередине, что логично для использования, скажем так, в разные стороны. Потому что Type-C подразумевает, что подключить можно любой более удобной стороной. Но вот если перо в петельке, то оно тут будет мешать проводу немножко. Неприятно, но терпимо. В целом, если ты берешь планшет, чтобы рисовать, пока едешь в метро, то будет мега удобно. Кстати, насчет удобства. Снизу две огромные резиновые вставки, планшет точно не уедет. И вот на этом моменте мы плавно переходим к подключению и софту. Чтобы планшет начал работать, достаточно его просто подключить. Ну а чтобы получить необходимые дополнительные возможности, все равно необходимо скачать драйвер. Делается это просто. Заходим на официальный сайт, выбираем свой планшет и скачиваем необходимый драйвер. Драйвер устанавливаем и запускаем. А вот тут-то я вас и подловил. Точнее, подловил меня драйвер. Забавный факт. Если запустить его без планшета, то он выдаст вот это. Получается, что без планшета освоить программу у вас не получится. Ну, а с другой стороны, как бы вам без планшета этот драйвер и не нужен особо. В общем, берем планшет, подключаем и тогда уже запускаем драйвер. Здесь в драйвере, мое почтение, максимально гибкая настройка биндов на кнопки планшета. Тут буквально можно настроить любое сочетание клавиш, а также действия мыши и даже запуск приложений. Можно даже выбрать, в какой программе будут запускаться определенные настройки автоматически. В дополнительных настройках есть настройка ориентации планшета в пространстве, а также импорт и экспорт конфигов, что мега полезно и мега удобно. А еще тут можно на видео уроки нажать. Ну, в общем, если интересно будет, посмотрите сами. В настройке пера есть также все необходимое. Настройки нажима пера и еще кнопки пера настраиваются точно так же, как и клавиши на планшете, то есть максимально гибко. Рабочая область планшета, мое почтение, настраивается также максимально гибко. Область планшета можно настроить вручную, тыкнув пером в две точки. Можно настроить, выделив область в самой программе и самое главное, можно настроить по координатам. Мое почтение. Что касательно тестов. Угол наклона пера существует, не соврали. Так же, как и про частоту опроса. Здесь она 220, хотя можно было бы и побольше. Играть с такой частотой вполне возможно, так же, как и рисовать. Кстати, в OpenTable драйвер планшет определяется, что есть хорошо. В целом, можете использовать и этот драйвер. Ну а наш обзор почти подошел к концу. Следовательно, вот вам сравнительная характеристика, в которой мы записали все важные характеристики, чтобы вы смогли оценить, насколько нужен вам этот планшет относительно других. Мое мнение насчет этого планшета. По цене и по совокупностям всех факторов, этого планшета идеальны для стартапа. То есть, планшет достаточно дешевый и качественный для того, чтобы взять его как планшет для начинающих рисовать или играть в уцу. Настолько хорош, что им можно пользоваться даже на постоянке. Ну, собственно, у меня на этом все. Надеюсь, что данный обзор был вам полезен. И прошу подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Спасибо за просмотр. В настройке пера есть также все необходимое. Настройки нажима пера. Только настройки нажима пера есть. Ну, а наш обзор пошел...